Однако у многих первоклассников сегодняшний праздник был под вопросом, ведь у малышей не было самого необходимого, чтобы пойти в школу. Кто помог малышам в решении проблемы, причем тут социальные сети, объяснит Влада Рыбакова. Это Дарье, этот Артему, а этот Илье. Каждый из ранцев предназначен конкретному воспитаннику детского дома. Наталья Гончаренко стала одним из волонтеров, которые помогли здешним первоклассникам собраться в школу. Чем объяснить такой порыв пока не знает. Может быть сказалось то, что в этом году впервые я не собираю ребенка в первый класс, в школу вообще 1 сентября. У меня сын закончил в этом году школу, он студент. А может быть потому, что просто что-то шелохнулось в душе, и я подумала, что вот есть ребенок, которому я могу помочь. Ну правда, я не знаю. Узнала точно, что нужно ребятишкам Гульнара Грифулина. Она волонтер со стажем, часто бывает в этом детском доме. Две недели назад бросила клич в социальной сети. Нужны тетради, канцелярия, другие школьные принадлежности. Государство все это обеспечивает, но пожелания ребят учесть не в силах. Добровольцам услышать каждого из малышей проще. Откликнулись простые иркутяне и даже одна организация. Привезли не только ранцы, спортивную форму, развивающие конструкторы. Но самое главное, теперь у школьников будут разные наборы, что очень важно. Ведь ученикам так хочется отличаться друг от друга. Надо отметить, что все вещи были куплены, собраны с теплотой, с душой. Потому что я каждую вещь перебирала и видела, что не просто куплено, чтобы отдать, а выбирали. Чтобы это было красиво, чтобы нарядно, чтобы ранец был удобный, ортопедический. Большое спасибо за это нашим волонтерам. Своё спасибо ребятня сказала в актовом зале. Стихами, песнями и танцами. Старались кто как мог. В меру способностей. А главное, от души. Ведь каждому из ребятишек приятно осознавать, что о них думают не только педагоги, но и заботится кто-то ещё. Лада Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.